Глава региона Игорь Кошин поздравил всех кандидатов, одержавших победу на прошедших выборах. Напомню, большинство избирателей Нинницкого округа отдали свой голос за временно исполняющего обязанности губернатора по море Игоря Орлова. Победу на муниципальных выборах одержали Татьяна Жданова. Она закрепилась в кресле главы Великой Височного сельсовета и Александр Чурсанов. По волеизъявлению большинства он выбран на пост главы Телевисочного сельсовета. По городским округам два депутата. По центральному это Ольга Михайловна Питунина и Сергей Анатольевич Сверидов. Ну и кроме того, позвольте мне еще поздравить депутата Телевисочного сельсовета Чуклину Аллу Владимировну. Коллеги, выборы прошли на территории ровно, спокойно. Также глава региона подчеркнул, что народным избранникам теперь важно перевести доверие населения в реальные дела на благо своих поселений. Реальные дела, а именно реальные цифры показывают недропользователи региона. Плановый показатель добычи нефти в этом году уже превышен на 1,2 млн тонн нефти. В настоящее время, то есть вложение в этом году порядка 15,6 млн тонн, на 2000 период уже добыто более 8 млн тонн. Самый большой уделенный вес у нас сохраняет группа компании «Лукойл». Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения ведет работу по выявлению граждан, которые не уплачивают взносы в пенсионный фонд. Таких зайцев в округе 3,5 тысячи. В настоящее время департаментом выявлено 188 человек. Это очень мало. К сожалению, главы муниципальных образований в эту работу нас в настоящий момент не включились. Поэтому я обращаюсь ко всем главам муниципальных образований, активизировать данную работу, особенно в поселениях. Но необходимо эту работу организовать в городском округе. В настоящий момент в городском округе рабочие будут по данному округу не выполнять. Прошу учиться в данную работу. В ближайшее время все муниципалитеты получат официальное распоряжение с тем, чтобы работа по выявлению неплательщиков была активизирована главами поселений. Также в скором времени, 24 сентября, станет известен подрядчик работ по строительству 4-го участка автодороги Нарин-Марусинск. Накануне состоялось открытие конвертов по конкурсу. Начальная цена контракта – 1,6 млрд рублей. При оценке заявок будут учитываться как цена контракта, так и квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудований и других материальных ресурсов.